Но сегодня я хотел бы сказать, что мы стоим в преддверии события, которое потрясет Вселенную, это восхищение Церкви. Признаки последнего времени исполняются на наших глазах. На мировых часах уже без пяти двенадцать. Посланник Евреям, 10 глава, 37 и 38 стих. Посланник Евреям, 10 глава, 37 и 38 стих. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный в веру и жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Иисус Христос говорил, что Его последователи будут ненавидимы всеми народами за имя Мое. Никогда христиане не подвергались таким жестоким гонениям и преследованиям в течение истории, как в последнее время. Особенно в мусульманских странах за веру Бога, исповедующих Христа убивают, и счет идет на десятки тысяч ежегодно. А какое же отношение или какое же положение в верующих в церквах, имеющие вид благочестия силы его отрекшиеся, в собрании сидит святой, вышел, и он безживет мирской жизнью. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. У многих возрастает и появляется любовь ко всему мирскому, греховному. Но любовь к Богу, чтению Библии, к молитве охладевают. Это люди-прихожане приходят в церковь, чтобы только отметиться. Но Господь ждет, чтобы мы искренне служили. Только те, которые искренне служат, поклоняются и ищут лица Господня, они будут взяты в момент восхищения. Если у таковых вера, Христос с удивлением произносит, но Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Но не все потеряют любовь и веру. Но кто выдержит и сохранит любовь к своему Господу и к ближним, и веру в Бога, для таковых получат награду. Но претерпевший же до конца спасется. Нечестие и беззаконие будут распространяться, но нужно оставаться верным Богу. Побеждая зло и грех, потому что побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и будет он мне сыном. Пришло время, когда здравоучения принимать люди не хотят. Но избираются его учителей, которые льстили бы слуху. Сегодня самые большие собрания церкви собирают десятки тысяч людей. И там не говорят о болезнях, о скорбях, о страданиях, о переживаниях. Там проповедуют о том, что ты будешь процветать. О том, что ты будешь здоровым всегда. О том, что ты будешь успешен в этой жизни. И успех в этой земной жизни проповедуется. Не о том, что мы ожидаем в вечности благословения. Приятно слышать человеческому слуху, когда говорят, что ты будешь успешный. Когда в тебе придет благополучие, что ты вообще не будешь никогда болеть. Будут избирать учителей, которые льстили бы слуху. И это льстит нашему слуху. Это приятно слышать, когда говорят, что ты будешь успешный. Потому что ты не будешь никогда болеть. У тебя все получится. Хотя мы должны проповедовать надежду. Но когда люди проповедуют только это, отрезая остальную часть. Это проповедники, люди избирают таких проповедников, которые льстили бы слуху. Говорят, это признак последнего времени. Что человек никогда не будет болеть. Вспомните, когда апостола Павла избили, побили камнями. Он окровавлен, его вытащили, выбросили за горлость, считая, что он уже мертвый. Мертвый, превозмогая боль, он пришел в себя и произнес. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Прежде чем придет Христос за своей церковью, откроется Сын греха или Антихрист, произойдет отступление. Сегодня в наркологическом центре на две трети заполнены детьми верующих родителей. Целомудрие среди молодежи стало непопулярно. На венчание молодые люди едут, берут с собой спиртное, употребляют, чтобы разогреться. В бывшем Советском Союзе братья отказывались в руки брать оружие, получали сроки, шли в тюрьму. А сегодня братья собираются, говорят, хвалятся, сколько у него дома находится стволов. Апостола Павла, второе послание к Веселоникицам, 2 глава, 1 стих. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Да не обольщает вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, не откроется человек греха, сын погибели. Первое будет обольщение. Сегодня многих верующих обольщают достатком, благополучием и здоровьем. Хотя это только часть того, что мы должны проповедовать. Но мы должны проповедовать полное Евангелие. Потом открывается сын греха, сын погибели, Антихрист, и только тогда приходит Христос. Уже все готово для того, чтобы построить храм, и он будет выстроен очень быстро. Будут говорить мир и безопасность, но внезапно постигнет пагуба. Материально мы благополучны, все, но духовное состояние какое-то наше. И Антихрист воссел в храме, даст знамение, которым люди поверят и потом откроются, что это не то. Знай, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, таковых удаляйся. На первом месте стоит себелюбие и на втором деньги. Что сейчас больше любят люди? Самого себя и доллары. Будет написано, что будут нечестивы. Сегодня выставляя в социальных сетях себя в нечестивой форме, виде, будут невоздержаны, как до брака, так и после брака будут распространяться блуды, прелюбодеяния. А кто одерживает победы, таковым Господь говорит, побеждающий облечется в белой одежде, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую его имя пред лицом моим, пред ангелами, его претерпевший же до конца спасется. Второе пришествие Христа. Второе пришествие Христа произойдет в два этапа. Восхищение церкви и второе пришествие Христа. Если во время восхищения ноги Христа коснутся только облаков, то во второе пришествие Христа он вступит на землю, предшедший Христос, на гору Илеонскую, откуда возносился, о чем мы читаем в Захарии, 14 глава, 4 стих. «И станут ноги его в тот день на горе Илеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Илеонская от востока к западу, весьма большой долиною, и половина горы отойдет с северу, а половина ее к югу, и произойдет чудо, гора раздвоится на две части». Говоря о последовательности событий, которые будут совершаться, отметим, что восхищение будет предшествовать воскресенье мертвых. Вначале они, умершие, восхищены, потом мы будем восхищены. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе восхищены прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Когда умирает человек, то отделяется дух и душа его. Воскресение, то есть когда воскресает, то дух и душа возвращаются обратно в тело. И наши тела, когда мы воскреснем, потом, когда мы будем восхищены, те люди, которые воскреснут, оно тело будет сообразно славному телу Христа. Христос мог проходить большие расстояния, для Него не было ограничений во времени. Наше тело будет сообразно славному телу Христа, к нему можно было прикоснуться. Но мертвые, мы отметили, что воскреснут прежде восхищение. Произойдет долгожданная встреча, встреча между женихом Иисусом Христом и его церковью невестой. Это будет прекрасная, долгожданная, замечательная встреча. Восхищение может произойти в любой момент. Важно, что мы борствовали и были готовы, когда придет Христос за нами. Христос обещал, что Он обязательно вернется. Это обещание какого-то царя или президента, который обещает на предвыборных кампании, а потом не исполняет. Это царь царей, Господь господствующий. Если Он сказал, это обязательно исполнится. Он сказал, в доме Отца моего обителей много. И когда пойду и приготовлю место вам, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были со мною. Для чего? С какой целью вернется Христос? Для того, чтобы забрать нас. Для того, чтобы взять нас, и мы были в доме Отца вместе с нашим Господом. При возвещении. Восхищение произойдет. При возвещении. Глаз Архангела и Трубе Божией. Возвещении. Когда я готовил эту проповедь, посмотрел подстрочный перевод, там вместо слова «возвещение» стоит слово «при призыве». То есть, как в армии, когда дают команду, ее нужно исполнить при возвещении. Следующий глаз Архангела. Когда мы читаем, Архангел участвовал в Библии, когда было какое-то значимое событие, будет звучать Труба Божия. Мы сегодня не говорим, какая по счету звучит Труба. Но мы уверенно произносим, что она, восхищение Церкви будет при последней, то есть седьмой Трубе. 1 Коринфянам, 15 глава, 52 стих. Вдруг во мгновение ока, при последней Трубе, ибо вострубит и мертвый во Христе, воскреснут нетлендными, и мы изменимся. Говоря о продолжительности времени, восхищение произойдет в очень короткий промежуток времени. Во мгновение ока, это подобно тому, как моргает наш глаз, это десятая доля секунды. Вдруг, апостол Павел пишет, вдруг, это внезапно, неожиданно, мгновенно, некогда будут вернуться, попрощаться с нашими родными, неверующими, на это не будет время. Это будет очень короткое время, произойдет разделение, тогда будет двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах одна берется, другая оставляется. В семье жена забрана, а муж оставлен, и наоборот. Кто окажется верным и следующим за Христом, тот будет взят. Очень важно быть готовым к пришествию Господу нашего Иисуса Христа. Сейчас, когда умирают верующие, они прямо идут к Господу. Христиане, умершие, уже сегодня находятся с Владикой Вселенной. Это неверное представление или учение, которое говорят, что человек, когда умирает, он идет в чистилище и ожидает какое-то время. Нет. Апостол Павел пишет, влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть уже со Христом, потому что это несравненно лучше. Апостол Павел поясняет, что разрешиться и быть со Христом, то есть, когда он умирает, он будет сразу со Христом. Не потом, не через годы, не через тысячелетия, не сотни лет, а в тот момент, когда верующий в Господа умирает, он сразу соединяется. Дух, соединяющийся с Господом, мы читаем в Библии. Для подтверждения еще один стих, второе послание Коринфянам, 5 глава, 8 стих. То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Когда он умирает, тогда водворяется у Господа. В момент восхищения будет радостное событие, потому что, во-первых, мы встретимся с нашим любящим и долгожданным Господом, который мы ждали здесь на земле. Во-вторых, это событие будет радостным и торжественным, потому что мы встретимся с нашими близкими и родными. Я встречусь с твоим отцом и матерью, который попрощался уже не вижу много лет. Мы встретимся с нашими братьями и сестрами, которые мы проводили в последний путь. Это будет радостная, торжественная встреча там, на небесах. Перед восхищением церкви будут люди заняты повседневными делами и настолько осуящены, что некогда или не будет время, или не будут думать о восхищении церкви. Но как было во дневное, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни пред потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел мой ковчег, и не думали, пока не пришел в потоп и не истребил всех. Так будет пришествие Сына Человеческого. Есть, пить, жениться, выходить замуж – это все на своем месте. Но когда человек не думает, тогда он и не готовится, и не готов встретиться с нашим Господом. Праведный, да творит правду еще, святой да освящается еще, потому что праведный верою жив будет. Есть три версии, когда произойдет восхищение церкви. Одни утверждают до начала великой скорби, другие – в середине, а третьи полагают – в конце великой скорби. Но большинство христиан соглашаются, что церковь будет забрана, или восхищение произойдет до начала великой скорби. И подтверждение этому стих – откровение, 3 глава, 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Восхищение церкви и второе пришествие Христа – это разные события. Они произойдут в разное время, не одновременно. И между ими будет великая скорбь, которая продляется одну седьмину или семь лет. В середине открывается сын погибели, сын греха, но это уже другая тема. О великой скорби говорил Христос в Матфея, 24 глава, 21 стих. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, и до ныне не будет». Это страшное мучение, землетрясение, катаклизмы мирового масштаба, когда вода превратится в кровь. Ужаснейшее страдание постигнуть тех, кто останутся на великую скорбь. При восхищении Христос придет за своими. При втором пришествии придет со своими. При восхищении придет за святыми, а второе пришествие со святыми. Перед вторым пришествием будет великая скорбь, мы ответили. Два события восхищения и пришествия отличаются тем, это пришествие Христа будет происходить в два этапа или две фазы. Первое – это восхищение церкви. Если восхищение, во время восхищения Христос придет как тать, то есть как вор ночью. Тать – это старославянское слово означает как вор ночью, тать. Когда приходит вор для того, чтобы украсть, он не собирает мусор или гарбич, который находится в нашем доме. Он берет самое дорогое, ценное. Также, когда Христос придет во время восхищения, он заберет самое ценное, свою возлюбленную невесту церковь. Во время второго пришествия Христа, его пришествие будет явным. Мы читаем Откровение 1 глава 7 стих. «Се гряду с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрядают перед ним все племена земные». При восхищении Христос придет как утренняя звезда. Откровение 22, 16. «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Христос – это звезда, которая загорается ночью. Утренняя звезда загорается перед самым рассветом. Вот именно в то время особенно хочется спать. И те, которые будут бодрствовать, бодрствующих, Христос придет и возьмет во время восхищения. А те, которые уснут, они проспят восхищение и останутся на великую скорбь, на страдания и мучения. Только бодрствующие христиане будут взяты. При втором пришествии, если мы говорим при восхищении Христос, как утренняя звезда, пред рассветом загорается, то во время восхищения церкви Христос придет как солнце правды. А для вас благовеющее пред именем Моим зайдет солнце правды, исцеление в лучах Его. Мы проповедуем не только исцеление любящего, благословляющего, милующего, прощающего Бога, но строго взыскывающего и наказывающего. Мы проповедуем полное Евангелие, всю Библию. Скоро наши тела изменятся. Еще хотел бы сказать, что блажен народ, знающий трубный зов, ибо они ходят во свете лица Твоего, Господи, и ожидают своего Творца. Скоро наши тела, тело облечется в бессмертие. Кто болел, кто принимал таблетки, у кого беспокоил желудок, печень, носил очки, это боли эти исчезнут, очки ненужные будут, потому что Господь отрет последнюю слезу сочей наших и те переживания, скорби, которые были, и останутся здесь, забыты здесь на земле, но в вечности мы будем торжествовать и славить нашего Господа. Нас, победители, ждут награды. На голову возложит Господь венцы славы, венцы правды, венцы жизни. Апостол Павел писал, что награды будут ожидать готовых встречи со Христом. А теперь готовится мне венец правды. Который даст мне Господь праведный судья в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Когда мы любим явление Христа, мы ожидаем. Об этом говорим, об этом молимся и поступаем соответственно. Наши сердца наполняются радостью, неизреченный, неписуемый восторг, когда мы будем в вечности прославлять Творца Вселенной. Прославлять Христа, который умер на кресте за нас. И мы услышим самые сладкие слова, самые приятные, которые никогда не слышали на земле. Мы услышим слова, которые произнес наш сам Господь после того, как оденет на нашу голову венцы. Откроется жемчужное ворота, в которое мы войдем в этот город торжественно и славно. Мы услышим самые приятные слова, которые никогда не слышали на земле. Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Наследует царство, уготованное тебе от создания мира. Мы можем жить в раю вечно, наслаждаться и блаженствовать. Если мы живем праведно и свято, праведный верою жив будет. А кто поколеблется, тому не благоволит душа моя. Мы прочитали в начале. Сегодня тех, кто еще не принял Христа, есть возможность выйти навстречу и побрести спасение, жизнь вечную. Там, в раю, с блаженствами, с нашим Господом. И заканчивая, хочу закончить словами. И так, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь наш придет. Аминь. Спасибо. Спасибо.